Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука. В преддверии сезона выращивания овощей, фруктов и цветов весна движется. И вы смотрите, на этих словах прям солнышко появилось, хотя с утра погода была мрачной. И, конечно, многие спрашивают, какой опрыскиватель лучше использовать. Ну и такой интересный вопрос мне задали в комментариях. А подходят ли запчасти от дешевых механических опрыскивателей, например, серии Жук, к уже более таким профессиональным, удобным, дорогим, особенно для женщин. Потому что не надо ничего качать аккумуляторным опрыскивателем Финланд. Мне вот Финланд нравится очень, они доступные, они везде продаются. Я свой купил в магазине «Удачный огород» в Минске на улице Кальварийская, 60. Но также оно все доступно на Валберес, например. Ищите бренд «Удачный огород» и смотрите там широчайший ассортимент товаров для садоводства и огородничества. В том числе всевозможную садовую технику. Вот у меня новенький, он совершенно новенький. Открою его, сейчас скрою. Вообще, конечно, аккумуляторные опрыскиватели являются большим подспорьем. Зарядки хватает надолго. Вы целый день можете им работать. Ну, у вас же не 100 гектар сад, это понятно. И можете опрыскивать весь свой сад. И я уже его показывал, в том числе показывал в деле. Он заряжается, обыкновенная зарядка, точно такая же, как телефон. Все очень интуитивно понятно. Вот этот на 5 литров, ну такой на самом деле, ну скорее дамский вариант. Ну, слушайте, если дамский, не значит, что не подходит для мужской силы. Тоже все замечательно подходит. Значит, все устроено очень обыкновенно. Есть колба, есть, соответственно, крышка. Вот есть гнездо для зарядки. И вот кнопочка для того, чтобы включать сам опрыскиватель. И он, соответственно, приходит такой вот в разобранном виде. Здесь, значит, вот есть проводочки для зарядки и розеточка. Можно от компьютера заряжать, можно от чего угодно. Шлейчка вот сюда вот таким вот образом одевать. Ну и самый большой вопрос, это, конечно, штанга. Штанга собирается здесь очень просто. Просто вот так воткнул и закрутил. Но и один из вопросов, который нередко возникает у садоводов и огородников, являются ли различные запчасти к разным типам опрыскивателей. Ну, вот тут у меня есть жук. Значит, вот такой вот у меня есть жук. Вот такой вот у меня есть стратул какой-то. Тут стратул гарден называется он. И, соответственно, вот этот мой новенький финланд. Ну, понятно, что вот от стратула я открутил эту штангу. Вот она даже немножко подлиннее, чем у этого жука. Значит, ну вот может есть интерес, чтобы взять и штангу взять какую-то другую, подешевле. Потому что все-таки финланд, ну, он дороговатый в том плане, что он, конечно, аккумуляторный. И запчасти к нему тоже могут быть дороже. Ну, вот давайте первый испытаем стратул. Вот я открутил стратул вот отсюда вот. И давайте посмотрим, подходит он или нет. Ну, что я вам хочу сказать. Он как родной сюда подходит. То есть штанга и вот эта вся резьба, вот все-все-все, оно очень подходит. Что стратул, что финланд. Поэтому вполне можно пользоваться этими запчастями. Аналогично сейчас я скручу с жука эту штуку. Так, мужской рукой закрутил. Теперь надо мужской открутить. Так, сейчас все посмотрим. Сейчас все проверим. Так, вот у меня финланд. Вот у меня тоже штанга от жука. И вы знаете, что я вам хочу сказать. Все совершенно замечательно сюда накручивается. И все замечательно сюда подходит. Поэтому, если вдруг такая нужда возникла, ну вот прям необходимость. То, пожалуйста, к опрыскивателю-пульверу финланд замечательно подходят запчасти. От механических и более доступных по цене опрыскивателей. Вот всякие такие вот штанги там и все остальное. Поэтому вполне можно пользоваться. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи.